Значит, продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас четвертую главу мы начинаем в книге Экклезиаст. Так, все, садимся поудобнее. Напоминаю, краткое задержание первых глав. Все Эвель Эвелим, все пар паров, сказал Каэрит, все пар. Само знание об этом, оно уже делает жизнь намного легче. Потому что, когда человек слишком серьезно ко всему относится, то у него много поводов огорчаться. А когда он понимает, что все Эвель Эвелим, и все это проходит, другое понимание этих слов, что все проходит, и человек потом возвращается в землю, это было у нас как раз в третьей главе, возвращается человек в землю, тело возвращается в землю, а дух человека поднимается вверх. И все время нам царь Соломон показывает иллюзорность тех целей, занятий, которыми человек заполняет свое время. И в конце он нам всегда говорит, пока не в конце каждой главы, он говорит, а что имеет смысл? Радость. Имеет смысл радость. И в первой главе, в первой он не сказал, во второй главе он это в конце сказал, и в третьей главе в конце он сказал, И видел я, что нет другого добра, чем радоваться своим делам, потому что это удел человека во всей его жизни. Ничего он с собой не заберет, кроме как радость, которую он чувствует. Поэтому нужно научиться радоваться. И четвертую главу мы начинаем сегодня, не будем терять время. Мы изучаем сейчас, первым изучаем Каэлит Экклезиаст, где-то минут 25, и потом 5 минут уроди из книги «Хэппинес» про счастье, Рава Зелека Плистина, именно как радоваться. То есть у нас получается идеальный такой коктейль, да. Вначале мы разбираемся, насколько все пар паров, и как все работает. Очень глубокие знания. Вот сегодня мы узнаем, просто пристегните ремни, мы погружаемся в мир величайшей мудрости, которую может человек достигнуть, потому что царь Саламон был мудрейший из людей. То есть он достиг величайших уровней мудрости, на которые может подняться человек. И вот говорит он нам в четвертой главе «Вышавте они, и повернулся я». То есть он все время был, знаете как, обычный человек зациклен на каком-то одном способе мысли. Есть даже такая шутка, что в татарском языке нет слова «назад». Есть только слово «вперед», по-моему, «агла» как-то, или как-то вот, в этой шутке я так запомнил. Есть только «вперед», «агла». А спрашивают, а что, они назад не ходят? Говорят, ходят, они просто разворачиваются и снова говорят «вперед». Слова «назад» у них нет. То есть есть такие же люди, которые только прут вперед, они не могут. А царь Саламон, он «вышавте они», он «развернулся», да. Это как «ракзор бытшува», вернуться к раскаянию. Когда человек, он не туда заехал, он может сказать «алга», да, Латуха Дмитро подсказывает? Латуха Дмитро все знает. Значит, «алга» это «вперед», а если надо «назад», он разворачивается и говорит опять «алга», тоже снова «вперед». А по еврейской традиции, да, у нас есть величайший подарок, который был еще до сотворения мира, он называется «чува» – раскаяния. Мы сейчас находимся в 10 дней раскаяния. Что всегда можно, если ты не туда зашел, можно вернуться и сделать, сделать, наоборот, шаг назад и посмотреть на ситуацию по-другому и сказать, что «извините», значит, не думал. И вернулся в «вышавте они», и повернулся он опять, царь Саамон, в другую сторону. «В эре эт коле ашатим?» И увидел я всех, а ашатим – это люди, которых притесняют, всех притесненных. Увидел я всех притесненных, которые, все это притеснение, которое творится под солнцем. Действительно, я вот вчера, мне так жалко вот этого парня, которого посадили в России 15 лет, он листовки раскидывал против Путина, да, и его посадили в тюрьму 5 лет далее. Он пишет «мама, меня здесь убьют в тюрьме». Это у меня прямо до слез было, да, жалко так парня, который, ну, там, вот просто ему не нравился президент. Здесь можно сказать сколько угодно. Тут целая демонстрация ходит, там, Нитонява им не нравится, в Америке не нравится им, там, Байден очень не нравится половине американцев, да. А тут парень 15 лет разложил листовочки по почтовым ящикам, что ему Путин не нравится. 5 лет в колонии, да, и пишет «мама, меня здесь убьют». И вот это называется «притесненные». Повернулся он, увидел я всех притесненных, и все то притеснение, которое творится под солнцем. «Ве инадимата ашутим». И вот я вижу слезы вот этих притесненных. «Вэнлаэм Минахэм». И нету никого, кто их утешит. Почему? «Умият ошкеем коах». «Вэнлаэм Минахэм». В руке тех, кто их притесняет, в руке притеснителей – сила. И нету того, кто их утешит, этих притесненных. И это очень-очень... Раньше это было везде, правили диктаторы, да. Сейчас в каких-то местах есть демократия, когда человек все-таки может без страха высказать свое мнение. Значит, везде властители, они, значит, притесняли народ. И власть, в принципе, сама, ну вот, по определению, власть, которая была всегда раньше, царская власть – это власть, основанная на страхе и на притеснении. И не мог человек сказать ничего против притеснителей, потому что была у них в руке сила. И даже утешить. Вот, например, вот этого парня никто утешить не может в России, потому что тот, кто его утешит, тоже сядет. И специально власть вот так вот пугает, да, всех запудивает. И, значит, это основа власти. И как только начинается такая власть, которая запудивает своих жителей, это уже сигнал такой, да. То есть при такой власти жить очень опасно. Как опасно? Ты должен просто смириться, что есть эта власть притесняет, и у них сила, и ты не можешь даже утешить тех, кого притесняют, потому что если ты их утешишь, то сразу же у тебя будут большие проблемы. Тибр – это демократическая страна, на Тибр приедут. Теперь, значит, и царь Соломон увидел вот эту всю историю, да. Сам он тоже был царем, кстати, но он был справедливым царем. Над еврейским царем есть закон, есть Бог, царь царей. И еврейский царь, он все время должен был ходить со свитком Торы, и он не мог делать ничего против Торы, да. Хотя тоже были такие цари, которые делали, как царь Минаша, и были такие цари-злодеи. И дальше царь Соломон рассмотрел все это притеснение и говорит, «В Эшебехани – это Метим, Шаквар Меттон говорит, и прославлял я, как бы хвалил я мертвых, да, которые уже умерли, ушли из этого мира». Действительно, раньше было жутко тяжело жить. То есть, вот люди были, просто он рождался, тут у него сразу, там, при родах, до года умирало 50% детей. И мамы тоже, да, вот прямо читаешь, про даже мудрецов прошлого поколения, 200-300 лет назад жили. Родители умерли, когда ему было 7 лет от эпидемии, там, братья-сестры умерли, воспитывался у дяди, дядя умер, там, у Рамбама брат, который утонул, там, знаете, ну, было просто жуть какая-то, да, человеку дожить, раньше было до 50 лет, это мало шансов. И вся его жизнь была, она была очень тяжелая, то есть, она была реально поиск постоянной еды и спасения от этих притеснителей. И вот, царь Самон на все это посмотрел, как люди живут, и говорит, да, говорит, те, кто умерли, освободился, да, освободился, ушел из этого мира, перестал мучиться, отмучился, раньше говорили, ну, что, где там этот, отмучился, все, значит, копыта отбросил, отмучился, потому что, ну, что, вот это царь отсюда взяли. И говорит, им лучше, мертвым уже лучше, чем живым, которые до сих пор живут. Потому что живущих спросит, как дела, особенно те, которые были рабами какими-нибудь, да, или крепостными, как дела? Да, барин продал нас, вот сейчас к новому барину. А что новый барин? Ну, новый барин, он, конечно, помоложе, поэтому у него там право первая брачная ночь. Он всех невест, значит, забирает у жеников перед свадьбой. Вот барин такой. Лучше было у старого барина. Он хоть и бил там, и хоть и, но, значит, хотя бы там невест не трогал. А этот молодой, так он, значит, такой. Или там рабовладельцы были вообще, хижину дяди Тома читали. Вот это вот, так это уже цивилизация. До этого было еще хуже. И вот царь Самон говорит, что те, кто ушли из этого мира, им лучше, чем живым. Третий. То в итоге, он говорит, а лучше, мишнеем, лучше тех, которые умерли. И те, которые живы, те, которые еще не рожались. Тех, которых нет. Те души, которые еще не зашли в этот мир, для того, чтобы пройти эту полосу препятствий, для того, чтобы получить для себя там духовную вечную жизнь. Он говорит, им еще лучше. Они живут там, эти души. Знаете как, души, когда они сюда, в этот мир должны спускаться, то они не хотят спускаться. Но им говорят, а что у вас вариант, здесь какой-то. То есть, система работает, конвейер. Все, поехали, поехали, поехали. Здесь же, а как это работает? Почему так? Люди, которые здесь живут, им все равно, хоть раньше там 50% детей умирали, а все равно, Бог так запрограммировал человека, что человеку, он хочет детей, он хочет жениться. То есть, это как бы программа внутренняя. И молятся родители, дай нам детей, дай нам детей, дай нам детей. Значит, а у человека же тоже у него, божественная душа внутри, он оказывает влияние каждым своим словом, каждым поступком. Оп, ему, значит, спустилась душа. Душа прожила там до года, вот в этом вот, ну, вначале зародыш, потом вышла, потом, значит, оп, и ушли, значит, эти дети, там, 50% детская смертность. Значит, ушли они, опять поднялись наверх, опять, значит, а родители все просят и просят, дай нам детей, дай нам детей. Как хана ходила, помните, есть такая, была хана, в книге пророка Шмаэля, мама пророка Шмаэля, она была. И вот она ходила, они ходили с мужем, и у мужа была еще одна жена, Апнина, и у нее было 10 детей, у хана не было. И хана, значит, молилась, спросила, дай мне детей, все, значит, и Всевышний дал ей ребенка. Она говорит, дай мне ребенка, я его отдам в храм. Он будет, значит, потом будет в храме, значит, Назиром. Назир это тот, кто посвятил себя Богу. И Всевышний дал ей Шмаэля сына, Шмуэль это услышал Бог, переводится имя Шмуэль, это как услышал мою молитву Бог. И, значит, царь Самон говорит, лучше тем, которые еще не рождались, им там хорошо. Ашер Лора, это Маасе Ара, Ашер Насата Хаташимович, которые не видели вот те злые дела, которые творятся под солнцем. Не видели этого рэпера американского, который там, то, что сейчас про него говорят. Значит, по сравнению с ним, этот Вайнштейн вообще был просто папа римский, праведник такой, да? Вот. И теперь то, что нас касается. Это была такая философия, да? Просто взгляд на мир, подтверждающий, что все эволевелим, все это пар паром. Теперь он говорит про очень практичный совет. Выраите они, этколь амаль, вэтколь тишрон амасе. И он говорит, и повернулся, а чем же люди всю жизнь занимаются в этом мире? Он говорит, увидел я весь амаль. Амаль это труд, который прямо, ну, такой, очень тяжелый труд. Вот так вот спрашиваешь, как дела? Тружусь. Значит, у меня есть один клиент, и я его спрашиваю, ну, там, а чего ты хочешь больше всего от детей? Он говорит, чтобы не бездельничали, чтобы ни минуты не сидели без дела. И я так удивился, я тоже, у меня внутреннее вот это желание, чтобы дети не сидели без дела, чтобы они все время работали. И я все время работаю, как-то у меня с детства, и родители у меня все время работали. И как-то, а царь сам, он говорит, увидел я весь этот труд, которым люди работают. Вейтколь, тишрон амасе, и все, тишрон амасе, и все самые хорошие дела, которые сделали люди. То есть, некоторые просто работают там, асфальтов кладчик, некоторые работают там, я не знаю, в строитель, вот эти дороги прокладывать. Я каждый раз ночью, там, например, еду, думаю, вот у людей тяжелая работа, реально, они там целую ночь эти дороги прокладывают, там, не спят, в этих касках, там, этот асфальт укладывают. А кто-то, например, там, у меня есть товарищ один, он картины рисует, да, он, значит, такой проснется, где-то часов там, 12, значит, кофекасе сделает, все, возьмет холст, на холст там брызнет краска, я махнул, все, значит, и картину продает там за 10 тысяч долларов, да, то есть, ну, тоже вроде трудится, но не так сильно, а зарабатывает больше. Теперь, царь сам, он посмотрел на этих, которые много трудятся, которые прямо изнуряющим, амали-то изнуряющий труд, и все хорошие дела, которые сделаны в мире, Тишрон Амасе, это хорошие дела, те, кто трудятся, и создают какой-то реальный продукт для других людей, и он говорит, секрет всего этого тяжелого труда, и всех вот этих хороших дел, и кинат, и шмираеву, он говорит, оказывается, все базируется на зависти человека к ближнему своему, он говорит, внутри-то этого всего, червячок, есть червячок, он говорит, такой, который называется зависть, это червячок, который называется зависть, он человеку все время говорит, а посмотри, мол, у соседа там машина лучше, давай-ка работай, а посмотри, там, кто-то эту картину нарисовал, ты за 10 продаешь, а он, значит, Марк Ротте, за 80 миллионов, оранжевый центр, а черный квадрат стоит, значит, там, 10 миллионов долларов, и вся вот эта вот деятельность, которая продуктивная, которая там, вот этот, ну, труд, ребенку, как говорят родители, которые привыкли изнуряюще трудиться, они говорят, иди учись, изнуряй себя, почему, а то будешь работать дворником, а так ты будешь работать топ-менеджером, и, значит, спокойно, как Стив Джобс, 56 лет, умрешь от перенапряжения, да, но будешь хоть на хорошей работе изнурять себя, а если ты будешь себя изнурять в поле, так, ну, кто тебе будет завидовать? Никто, поэтому лучше изнуряй себя в офисе, говорят родители ребенка, а для этого изнуряй себя в школе, в институте, и, а то смотри, вон, у соседей сын и дочь лучше, и родители завидуют, дети завидуют, и, но он здесь говорит как, если ты делаешь что-то хорошее из зависти, в принципе, ничего страшного, но ты просто осознаешь, что ты это делаешь из зависти, если ты трудишься просто изнуряющей зависти, и ничего от этого хорошего не получаешь, подумай, стоит ли тебе трудиться, и дальше он продолжает этот отрывок, он говорит, гамзе эвэль вэраутруах, он говорит, и это все иллюзия, говорит, и огорчение для духа, вот этот подход к жизни, когда ты сильно изнуряешь себя, трудишься, и даже ты делаешь супер какие-то хорошие дела, но из зависти, а не из внутренней потребности это делать, то это все эвэль, это все пар, пустота и огорчение для духа, но тогда, значит, сразу может возникнуть у человек, вот мы сейчас слушаем, у нас там сейчас здесь, значит, ну там 200 человек, да, 200 больше 200 человек, и я думаю, что у процентов 90 возникла мысль, ну хорошо, а что делать, а что, не работать что ли, он говорит, дурак, говорит, сидит, сжал руки, ховек и дядав, дурак сжал это крути, вэлхэлит басаро, и кушает свое мясо, тогда получается, человек, который отказался от работы, он сидит, значит, сжал руки свои, у него две проблемы, первое, что ему кушать, ему же надо что-то кушать, он же не может съедать свое мясо, как бы питаться воздухом, да, ему все равно нужно работать, второе, зависть никуда не денется, зависть это прошивка, зависть, я слушал сегодня урок, Равзамир Коэн, вот этот вот, автор этого именно комментария, такой очень великий раввин, Равзамир Коэн, и он говорит на этот отрывок так, он говорит, что, что такое зависть, вы говорите, вот говорят, на еврейте слово зависть, кина, кина, это, например, муж ревнует жену, он, тоже, это же слово, кина, пинхас был такой, который, и возревновал пинхас за Всевышнего, тоже, то же самое слово кина, и он говорит, слово, вот это кина, зависть или ревность, это, их потеют, их потеют, вот, это мне не безразлично, это большое не безразличие, и, как бы, зависимость от чего-то, поэтому мужу не безразлично, что его жена там, например, с кем-то общается, да, пинхасу было не безразлично, что Зимри привел себе в шатер эту Косби, и, значит, тем самым осквернял имя Всевышнего, то есть, вот это слово кина, это такое не безразличие, но, которое зависимость от чего-то, и он говорит, это есть у человека, поэтому, если человек использует эту кину, быть совсем такой амебой, не получится, все равно у человека есть зависть, он говорит, так, да, просто нужно правильно ее направить, это как некий двигатель внутри, да, некий определенного рода двигатель, который, если ты видишь, например, человек в твоем возрасте каждый день делает зарядку, и ты ему завидуешь, и ты начинаешь делать зарядку, тебе зависть помогла, если же ты видишь, что твой сосед купил машину, а ты из-за этого записался на вторую работу, не видишь жену, детей, там, работаешь день и ночь, украл что-то, чтобы купить машину, сел в тюрьму, с женой развелся, дети, там, как бы, порвал с ними контакт, тогда зависть была плохая, то есть, зависть это двигатель, который надо правильно направлять, поэтому, сверх какие-то усилия, сэпсомон говорит, это эвэль, и, и, раут руах, это пустота, и, огорчение для духа, ничего не делать, дурак сидит тоже, значит, и жал руки, и он будет кушать свое мясо, то есть, его зависть просто направлена, на него же съедает его, и тут он нам дает шестой отрывок, четвертой главы, дает рецепт, его лучше прям заучить наизусть, так посоветовал Раф Заминер Коэн, и я прямо его сегодня, блинедер, но обещаю, заучить наизусть, да, значит, том ло каф, нахат, он говорит, лучше полная пригоршня, каф это как пригоршня, бы нахат, с приятным состоянием, мемно хафнаем, чем полная охапки, которую человек получил, через тяжелый, изгоняющий труд, и огорчение для духа, он говорит, смотри, должна быть во всем золотая середина, должна быть мера, то есть, если ты поработал, получил, ни на кого не смотришь, кроме как какие-то вещи, которые лучше улучшать себе, выучить иврит, выучить отрывок этот наизусть, какие-то вещи, которые действительно понятные, простые, и дающие вот эту радость, которая является главным уделом человека в этом мире, то отлично, значит, то в мло каф нахат, он говорит, лучше полная пригоршня, нахат это приятности, да, чтобы было приятно при этом, чем полные охапки, но через изгоняющий труд, и огорчение для духа, то в мло каф нахат, мемло хафнаем, то в мло каф нахат, мемло хафнаем, амаль урау труах, все, вот это шестой отрывок надо выучить, сейчас я его подчеркну, и вам пришлю тоже, после урока пришлю в ваикру, да, в телеграме есть все материалы необходимы, подпишитесь в телеграм-канал, я пришлю вот этот отрывок с комментарием, и там же будет бот, есть кэлит бот, со всеми в телеграм-боте, есть все главы, все комментарии, то есть там удобно читать, повторять, значит все, в телеграм-канал ваикра, подпишитесь, и там будет, все, на сегодня мы, значит, кэлит останавливаем, на эту позитивной ноте, что он все это изучил, и говорит, надо трудиться, но лучше полная пригоршня, с приятным состоянием, чем полные охапки, но через ныряющий труд, и огорчение, да, заниматься нужно любимым делом, в нем совершенствоваться, и кайфовать от каждого момента своей жизни, теперь, одиннадцатый урок у нас сегодня, и в книге, которая называется Happiness, Formulas, Stories and Insights, говорит нам Раф Зелек Плистин следующий совет, он говорит, один из советов, как получить состояние вот этой happiness, счастья, это appreciate people, appreciate people, это будь благодарен людям, он говорит, смотрите, вот прямо сейчас, в этот момент, огромное количество людей, на этой планете, они вовлечены в то, чтобы служить тебе, да, спасибо телеграмму, всей команде телеграмма, огромное спасибо, сделали такой классный сервис, работают день и ночь, молодцы, и даже Дуров, я когда-то написал про него, когда его арестовали, мне его позиция не нравилась, то, что он покрывал преступников, и считал, что в этом есть какой-то особый шик, значит, тайна информации, если ты знаешь, что есть преступник, который едет сейчас кого-то убивать, и ты этого преступника мог бы сдать полиции, не сдал, ты соучастник преступления, это по всем законам, получается, что Дуров, который знал, что есть каналы, которыми используются террористы, наркоторговцы и так далее, и он не хотел сообщать спецслужбам, он был соучастником, и когда ему это объяснили, сейчас можно пожаловаться на любой канал, то есть он действительно ввел вот эту вот систему, что сейчас в Телеграме нельзя заниматься никакими преступлениями, если вы видите какое-то преступление, вы нажимаете на вот эти вот, ну, как сообщить о детской порнографии, не дай бог, там, о терроризме, о оскорблениях и так далее, и значит, ну, то есть это будет замечено, нет такого, что делай, что хочешь, и значит, спасибо поэтому и Дурову, и Телеграму, и всей их команде, спасибо Ютубу, молодцы, Ютуб, спасибо парни, они нам помогают сейчас, прекрасные люди, спасибо Фейсбуку, спасибо вам, уважаемые, все, кто работает на платформе Вайкра и помогают, чтобы все эти уроки выходили, обрабатывались, спасибо вам, уважаемые друзья, которые приходят на уроки, огромное спасибо спонсорам Вайкра, партнерам Вайкра, друзьям Вайкра, тем, кто помогают деньгами, чтобы эта вся система работала, и чтобы все уроки создавались и распространялись, спасибо тем, кто сделал эту футболку, спасибо тем, кто вырабатывает электричество, мы просто не замечаем, сколько людей обслуживают каждый момент нашей жизни, и делают его удобным, комфортным и приятным, спасибо армии Израиля, которая люди жертвуют своей жизнью, сейчас уничтожают террористов, и защищают народ Израиля, спасибо правительству, которое обеспечивает бесперебойную работу всего, что здесь работает, ну и так далее, то есть, как только человек становится appreciate, он становится благодарным людям, в этот момент у него растет счастье внутри, теперь он говорит дальше такую вещь, whenever you see a large crowd of people, когда бы ты не видел большого, какое-то собрание людей, это reminder, это тебе напоминание, быть grateful, быть благодарным, быть благодарным всем тем людям, которые вовлечены в то, чтобы улучшить качество твоей жизни, и когда ты встречаешь людей, даже если они проходят мимо, ты получаешь пользу от их профессии, скажи им, пожалуйста, свое апрешей, что они делают, например, пожарники, полицейские, врачи, все службы безопасности, когда ты даешь им вот это ощущение, что ты замечаешь их помощь, то это создает у них счастье и создает у тебя счастье, представляете, например, он говорит, вот почтальон, казалось бы, ну почтальон, а вы ему скажете там, спасибо, что ты мою почту доставляешь, и это мне помогает быть в контакте с разными организациями, да, или, значит, учительница своих детей, конечно, надо поблагодарить за то, что она учит детей, значит, или санитарный департамент, кто когда-нибудь благодарил уборщиков, а люди убирают, если бы уборщики перестали убирать, то вообще, представляете, города бы захлебнулись бы в грязи, то есть это очень важное чувство для того, чтобы быть счастливым, значит, это выражать свою благодарность и чувствовать эту благодарность, и когда вы чувствуете благодарность, то в первую очередь от этой благодарности выигрываете вы, такой он дает нам совет, который очень действительно работает, спасибо всем, кто помогает создавать такую прекрасную жизнь, спасибо Всевышнему, то есть следующим шагом идет благодарность Всевышнему, а когда человек благодарен Всевышнему, то тогда все, гармония налаживается, то есть ради этого Всевышний мир и создавал, чтобы мы его заметили и наконец-то поблагодарили за свою жизнь, за дыхание, за мир, за все, а когда люди неблагодарны, в первую очередь неблагодарный человек страдает сам, во вторую очередь страдает тот, кого он не благодарит, да, то есть это же человеку обидно, он сделал что-то хорошее, а его не поблагодарили, он перестает делать, в третью очередь начинают, то если люди перестают друг для друга делать добро и замечать это добро, тогда они вместо добра начинают делать зло, потому что, а чем еще заниматься, Если ты добро не делаешь и не ценишь, тогда на место добра приходит как грязь, плесень, зло. Поэтому зло – это отсутствие добра. Поэтому добро начинается с благодарности. Еще раз всем спасибо. С Божьей помощью завтра встречаемся в 10.00. И дальше изучаем великую мудрость царя Соломона. Спасибо ему огромнейшее, преогромнейшее за то, что нам передал такую великую мудрость. Все, до завтра. Спасибо вам.